В эфире «Эхо Москвы» программа «Собственной персоной» Встречи с известными политиками, бизнесменами, чиновниками, общественными и культурными деятелями Программа «Собственной персоной» на «Эхо Москвы» в Пскове Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Собственной персоной» И сегодня у нас на «Эхо Москвы» в Пскове в этой студии собственной персоной, глава города Елена Полонская. Здравствуйте, Елена Александровна. Добрый день, уважаемый Максим Эдуардович и любимые псковичи. Елена Александровна приехала к нам сюда в прямой эфир буквально только что с очередной сессии Псковской городской думы. Сессия должна была быть исторической, на ней должны были избрать депутаты нового сети менеджера, главу администрации. Напомню, что прежний глава исполнительной власти местного самоправления ушел на работу в областное собрание депутатов, Александр Братчиков покинул муниципальную службу, и вот кандидатуры Бориса Ёлкина и Ильи Родионова обсуждали, должны были обсуждаться на этой сессии, должны были депутаты определиться с кандидатами, но, увы, жизнь вносит свои коррективы. Буквально вчера, накануне сессии Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, в простонареющий Роспотребнадзор в лице Александра Нестерука направило предписание о том, чтобы вот сессия проходила в онлайн формате, такой формат не позволяет провести реального голосования тайного, и в связи с этим определение кандидатуры сети менеджеров было перенесено. Ну вот, Елена Александровна, первый вопрос. Во-первых, давайте поговорим о этих мерах. Поддерживаете ли вы такие жесткие ограничительные меры, которые коснулись не только рядовых жителей, но и наших депутатов, не позволили провести полноценную сессию? Ваши отношения? Безусловно, мы очень строго. Депутаты Псковской городской думы, в целом вся Псковская городская дума и органы местного самоправления соблюдаем предписание Роспотребнадзора и указ губернатора Псковской области. Действительно, вчера мы накануне сессии Псковской городской думы получили уведомление от Роспотребнадзора, где Александр Нестерук рекомендует депутатам Псковской городской думы в целом отменить сессию Псковской городской думы, которая была назначена на сегодняшний день. Однако ранее, в связи с тем, что мы уже привыкли и начинаем привыкать жить в тех условиях, в новых условиях, которые нам диктуют распространение новой коронавирусной инфекции, и в самую первую волну решения Псковской городской думы были внесены изменения в регламент проведения сессии Псковских городских дум, и мы приняли решение о том, что сессии мы можем проводить в том числе и в дистанционном формате. Поэтому мы не отказались все-таки в полной мере от проведения сессии Псковской городской думы. Сегодня она прошла, но прошла в онлайн-режиме. Мы таким образом смогли рассосредоточить большое количество людей, не организовывать большого скопления людей в одном месте. Организовали подключение из разных кабинетов депутатов, кто-то из дома, кто-то со своего рабочего места подключался. Безусловно, с рассмотрения онлайн-сессии было снято три вопроса, которые требуют очного присутствия, очного участия депутатов Псковской городской думы в сессии. Это те вопросы, по которым должно проходить тайное голосование. Это назначение двух руководителей муниципальных образовательных учреждений города, и в том числе выбора главы администрации города Пскова. Но со своей стороны отмечу, что данный вопрос депутаты Псковской городской думы рассматривали на правовом комитете и единогласно поддержали вопрос о том, чтобы вынести на сессию Псковской городской думы итоги рассмотрения заседания конкурсной комиссии. Мы об этом поговорим еще отдельно. Когда коснемся темы конкурса, давайте вот разберемся с этими ковид-ограничениями. Насколько вообще вот этот онлайновый формат удобен? Почему нельзя сделать как в областном собрании депутатов, всем привиться и ходить по QR-коду? Со своей стороны отмечу, что 80% депутатов Псковской городской думы привито. У нас один депутат от Единой России имеет медотвод официальный. И несколько коммунистов у нас тоже не привилось. Антиваксеры. Антиваксеры, да. Непонятно для меня причинам, никаких иных справок не предоставили, но не привились. А вот сотрудники Псковской городской думы привились на 95%. И не только, кстати, при вакцине спутника ВИ от коронавирусной инфекции, но и в том числе от невмококовой инфекции и от гриппа. Для того, чтобы обезопасить себя и окружающих, и своих членов семей. Ну а как вы относитесь вообще к введению QR-кодов? Насколько эта мера необходима? Насколько она действенна? Планируете ли у себя в городской думе такую же норму ввести в ваше отношение вообще к этому механизму? Это мера вынужденная. Безусловно, тут не может стоять вопрос о том, планируем мы либо не планируем. Есть указ губернатора Псковской области с 1 ноября. Мы обязаны его исполнять в части отношений QR-кодов. Поэтому я тоже предполагаю, что следующие сессии Псковской городской думы будут проходить с участием депутатов, которые имеют QR-коды и будут допускаться только при наличии QR-кодов. Также ровно как и посещение комитетов и посещение публичных слушаний, которые проходят еженедельно на территории Псковской городской думы, будут, а они, кстати, проходят с участием жителей нашего города, будут проходить в том числе и с требованием QR-кода. Но все-таки для того, чтобы жители города наши были полностью погружены в работу органов местного самоуправления, мы не ограничивали их право на активное участие в работе органов местного самоуправления, мы организовываем, как все видят, прямые трансляции. И поэтому для желающих псковичей, которые не будут иметь QR-кодов для посещения тех же самых публичных слушаний, будут предложены иные формы активного участия, например, в публичных слушаниях, либо в комитетах, либо в сессиях. Это начиная от письменного воли и заявления, когда можно будет письменно выразить свою позицию, заканчивая до прямых трансляций через сеть интернета. Понятно. А я напомню для наших радиослушателей, что это программа собственной персоной. Сегодня у нас в гостях глава города Елена Полонская. Наш телефон в студии 567372. Обсуждаем мы ограничительные ковид-меры, будем говорить о конкурсе сети-менеджеров, ну и также о других вопросах развития города, прошедшей сессии, планов и перспектив, а также о состоянии городского хозяйства. Обращайтесь к нам, задавайте свои вопросы, дискутируйте, высказывайте свое мнение. Елена Александровна, как раз в отличие от многих других чиновников и депутатов нашей эпохи, отличается высокой степенью коммуникабельности, готова общаться с людьми, отвечать на вопросы. И вы знаете, я могу даже сказать, что мне кажется, что ей это нравится, в отличие от многих других. Это такой вот феномен. Вам комплимент, а мы переходим к теме сети-менеджеровского конкурса. Как проходит подготовка к процессу голосования, заседала конкурсная комиссия. Как всегда, есть свои скандалы, интриги, расследования. Представителя КПРФ Сергея Федорова, вашего коллегу-депутата, не допустили в результате до конкурса. Еще один заявитель тоже там возмущен тем, что не смог принять участие. Вот давайте поговорим о том, как проходит конкурс, на что рассчитывают депутаты, какие настроения, что думает по этому поводу оппозиция в Гордуме? Конкурс на замещение вакантной должности сети-менеджера города Пскова был назначен решением Псковской городской думы. Была выбрана конкурсная комиссия, которая состояла из трех депутатов Псковской городской думы и из трех членов конкурсной комиссии, которые были представлены губернатором Псковской области. Согласно данному решению, конкурсная комиссия собиралась на два этапа. То есть изначально был объявлен прием документов с 7 по 21 октября с 4 вечера до 6 вечера. Секретарь конкурсной комиссии Воробьев Владимир Николаевич, мой заместитель, который был назначен решением Псковской городской думы, ежедневно принимал документы в городской думе от желающих принять участие в конкурсе и управлять администрацией города Пскова. Соответственно, только в последний день три кандидата, это 21 числа, пришли подавать документы на участие в данном конкурсе. И, соответственно, документы были приняты. Это очень интересно. Вернемся еще к этой процедуре. У нас просто звонок. Давайте ответим на телефон радиослушателя. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, на четырех углах несли рынок. Зарастает кустами и всякой там травой, грязь уже появилась. Когда-то найдут порядок, когда-то все уберут. Спасибо большое. Вот так нас из политических дебрей сразу же вернули в реальность, в то, чем живут люди. Это показатель того, что людям на самом деле не очень интересно, как проходит конкурс на псковского городоначальника. Людей интересуют нормальные человеческие проблемы, когда уберут грязь с бывшего рынка и когда там появится что-то красивое и светлое. Мне тоже, кстати, не нравится внешний вид. Мне не нравился и прошлый вид данных магазинов, которые там из советского прошлого, можно сказать, из 90-х пришли к нам. Да, Лабазов. Да. Но и внешний вид сегодняшнего вот такого состояния, мне тоже не очень нравится. Даже перед туристами стыдно на самом деле. Поэтому я очень надеюсь, что администрация города в ближайшее время все-таки определится с тем инвестором, с тем инвестпроектом, который будет реализовываться на данной территории. Но мы все понимаем, все равно это в любом случае вопрос времени. Инвестор должен и построить торгово-развлекательный комплекс, гостиничный комплекс, а в том числе произвести благоустройство территории. Поэтому в целом мы говорим, что, конечно, еще, скорее всего, в 2022 год мы проживем в состоянии того, что будет происходить, но в лучшем случае стройка. Я очень надеюсь. Кстати, Александр Николаевич Братчиков, предшественник Борис Андреевич Елкин, начинал данный проект. Все мы помним, не очень просто он им удавался. Он долго боролся. Контрольное управление администрации города боролось с собственниками данных павильонов и данных магазинов. Это, кстати, тоже дорогого стоит. Очистить это. Очистить, да. Такое, можно сказать, первая ночь экскаваторов в городе Пскове прошла за всю историю города Пскова. Конфликтное, резонансное, но все-таки достаточно очень нужное для нашего города. Поэтому я очень надеюсь, искренне будем во всем с депутатами Псковской городской думы поддерживать администрацию города Пскова и принимать активное участие в заседании градсоветов при рассмотрении данного инвестпроекта. Ну вот. Понятно. Спасибо за ответ. Давайте вернемся к конкурсу сети менеджера. Я понял, что была комиссия. Пришли все в последний момент. Документы все направили в конкурсную комиссию. Затем конкурсная комиссия рассмотрела пакеты документов. Пакет документов Сергея Алексеевича Федорова оказался не до конца укомплектованным. Согласно тем требованиям, которые были опубликованы в газете «Псковские новости», размещенной на сайте pskovgorod.ru, отсутствовал полностью один документ. Это справка о доходах и расходах самого кандидата и членов его семьи. И была справка не по соответствующей форме предоставленного о медицинском состоянии здоровья. Поэтому вполне объективно Сергей Алексеевич не был допущен до следующего этапа конкурса. Как отреагировали представители оппозиции, в первую очередь коммунисты? Напомню, что Сергей Федоров член фракции КПРФ. Ожидаете ли вы каких-то по этому поводу возмущений демаршей, которые уже были недавно в истории Псковской городской думы, покидания сессии, еще что-то подобное? Демарши уже состоялись, Максим Эдуардович. Наша Псковская городская дума вчера практически пережила нашествие еще одного коммуниста, помощника. Депутата областного собрания Михайлова Дмитрия, который сначала врывался в кабинет главы города, пытался лежать на диване, потом снимать все на камеру. Это господин Поршнев. Да, это господин Поршнев. А почему он-то не смог стать кандидатом? Поясните. А я думаю, что на самом деле он к этому и не готов. Тот, кто хотел, тот приходил, сдавал полный пакет документов. То есть, насколько я понимаю, вы считаете, что ему нужен был вот этот перформанс? Конечно, перформанс. Перформанс и, скорее всего, некий саботаж для того, чтобы неким образом скомпрометировать работу конкурсной комиссии, показать людям, насколько это, наверное, не открыто. Может быть, там какая-то есть коррупционная составляющая. Он хотел, да у него не приняли. Все, кто хотели, всех приняли эти документы. Второй вопрос, соответствовали данные документы, не соответствовали требованиям, это уже второй вопрос. Но данный господин не приходил в Псковскую городскую думу для сдачи документов, для участия в конкурсной комиссии. Понятно. Ну, не надо быть нострадамусом для того, чтобы предсказать победителя вашего конкурса. Скорее всего, по мнению экспертов, наблюдателей, это все-таки станет креатура губернатора, я имею в виду Бориса Андреевича Елкин, нынешнее время исполняющий обязанности сети-менеджера. Он уже отработал 100 дней на этом посту и ведет достаточно активную публичную деятельность как глава администрации. Как вы относитесь к его работе, как строятся ваши взаимоотношения между городской думой, администрацией и вашей личной, как главы города, вот в этом тандеме, напомню для наших радиослушателей, что у нас так выстроена система местного самоправления, что есть глава города, это уважаемая Елена Полонская, которая сегодня в этой студии, и глава администрации, сети-менеджер по найму. Как ваш роман развивается? Ну, роман у меня, безусловно, только с моим супругом развивается уже 21 год. А с Борисом Андреевичем мы работаем достаточно очень комфортно, конструктивно. То есть пока у вас такой конфетно-букетный период. Очень мобильно, быстро, оперативно, в интересах жителей нашего города, без официальных каких-то переписок, проволочек бюрократических. В ручном режиме решаем с ними те вопросы, те задачи, которые ставит перед нами житель нашего города, за что отдельные слова благодарности Борису Андреевичу. И, кстати, я хочу отметить, это один из немногих сети-менеджеров города Пскова, который не боится общения с жителями нашего города. И как раз-таки весь свой летний период, эти 100 дней Бориса Ёлкина, мы с ним провели вместе на дворовых встречах с жителями нашего города, общаясь, кстати, выполняя сразу те задачи, которые ставили перед нами жители нашего города. А у нас очередной звонок, напомню, это программа собственной персоной, телефон студии 567372, мы вас слушаем. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Хорошо, что дозвонился, это как раз-таки речь по мне сейчас шла, это прошло, это как раз-таки я тот человек, у которого документы не приняли в пятницу, то есть там лукавит маленькая нам полонская, не так была ситуация. Ситуация была следующая. В пятницу я прибыл из Рудова, так у меня были вопросы по проведению конкурсов, по заполнению вот этих в администрации в СССР в комитете про действие коррупции, декларации. Я позвонил Павловской на телефон, мне записаны звонки, спросил, куда мне подойти, Павловская мне ответила, при чем мне звонить, я в отпуске. Я говорю, хорошо, куда мне обращаться. Она мне говорит, сейчас я вам скину телефон Воробьева. Мне он скинул телефон Воробьева, я звонил Воробьеву, секретарю конкурсной комиссии, на что он мне говорит, сегодня пятница, приедете через недельку. То есть вот так это было, звонки мне записаны, сейчас, поэтому я обратился в прокуратуру города Пскова с соответствующим заявлением. Хорошо, прокуратура разберется. Конечно. Да, Дмитрий Викторович, действительно, мне звонил, я действительно находилась в отпуске, в общем-то, в законном по трудовому договору, в том, в котором я имею право находиться, по регламенту проведения заседания конкурсной комиссии, только секретарь конкурсной комиссии обязан принимать документы, что и делал Владимир Николаевич. А Владимир Николаевич, я, кстати, данный гражданин задал прямой вопрос, когда я могу подъехать в администрацию города, чтобы посмотреть свой будущий кабинет главы администрации, в котором я буду работать. Какая прекрасная история. Да, поэтому вопросов о том, когда можно сдать документы, безусловно, не было. Но я очень благодарна Дмитрию Викторовичу за то, что он все-таки обратился в прокуратуру Псковской области, города Пскова. Вот именно прокуратура поставит точку в данном споре, и я уверена, что все будет хорошо. Насколько законом была соблюдена процедура? Конечно, конечно. Понятно. Ну, как говорится, время покажется, прокуратура посмотрит. Будем ждать официального дня голосования. Я так понимаю, что он произойдет на следующей сессии, когда позволит Роспотребнадзор, и когда будут полегче ситуации с ковидом. Возвращаясь к формату работы с Борисом Ёлкиным. Ну, Елена Александровна, не секрет, что в истории города Пскова было много разных тандемов. Не всегда складывались ровные отношения у ваших предшественников и Ивана Цицерского, там, с Александром Братчиковым, или там, с Петром Слепченко. Ну, и у вас, не могу сказать, что были очень ровные отношения с бывшим сети-менеджером. Вот, как, собственно говоря, происходит этот процесс настраивания отношений. Вы, может быть, как-то договариваетесь на берегу. Как удается совместить одно с другим, да? У нас все-таки люди привыкли традиционно к единоначалью. Вот там царь, здесь боярин, тут воевода. А здесь вот такая двухголовая модель, и непонятно, кто здесь муж, кто жена, у кого в руках сковородка, у кого половник. Однако, как вы выстраиваете сегодня отношения, как определяете, кто в доме хозяин? Максим Анатольевич, я думаю, псковичей не очень интересует на самом деле вопрос, как договариваются между собой, глава города и глава администрации, кто куда пойдет и куда куда не пойдет. Жителям нашего города, кстати, и вам тоже журналистам, более интересно что? Чтобы была стабильность в городе, первое. Чтобы обращения граждан своевременно выполнялись, на них реагировали органы власти. Когда на них не реагирует либо администрация, глава администрации, либо глава города, люди не разбирают, кто не отреагировал на данное обращение. Люди в целом говорят, что власть не реагирует на обращение жителей, либо им все равно, что в городе грязно, власти все равно. Поэтому я, например, глава города, конечно, не хозяйственник, то есть я не сити-менеджер, не глава администрации, но, безусловно, в любом случае я переживаю за чистоту, например, нашего города. И, безусловно, я, конечно, эти вопросы тоже вправе обсуждать с главой администрации. И вы сейчас и попались в мою ловушку. А в любой семье никогда не судят, кто главный. Семьи бывают разные. Паломник бывает у мужа, то у жены. Но самое главное – это благополучие семьи и всех тех, кто проживает в этой семье. Хорошо, хорошо. Значит, вам тогда встречный вопрос о том, что очень часто люди говорят, и действительно неважно, кто принимает решение, но они говорят, да они постоянно там играют в пинг-понг. Мы вот пишем там Полонской, депутатам, они отвечают, что само по себе уже неплохо. Отвечают, да, ваше обращение рассмотрено, согласны, есть такая-то проблема, мы направили письмо, обращение к сити-менеджеру в администрацию. Я вам даже раскрою тайну, мне однажды Александр Николаевич Братчиков на своем столе показывал гигантскую стопочку ваших обращений, всех написанных там и подписанных Елены Полонской, прошу разобраться. А дальше-то что человек по факту получает? Ну, получают от ответ администрации. Денег нет, это не наши полномочия, здесь мы не можем ничего решить, потому что это вообще-то земля не наша, и так далее, и тому подобное. Вот и тупик. Это не тупик. На самом деле, первое то, что вы сказали, все-таки говорит о том, что Елена Александровна реагировала и реагирует на обращение граждан в свой адрес, соответственно, отправляя письма тому, в чье ведомство находится решение данного вопроса по существу. Ну, а далее, конечно, задача главы администрации, чтобы его подчиненные, подведомственные организации, комитеты не играли действительно в пинг-понг, а рассматривали вопросы по существу. Но, кстати, Елена Александровна после такого, вот что вы говорите, после большой стопки, которую вы увидели Максиму Дарвичу обращение писем, тоже немного по-другому стала реагировать. Наверное, это тоже приходит с опытом на обращение граждан. И понимая, что по данному вопросу может затянуться процесс рассмотрения, процесс решения данного вопроса, подошла по-другому к решению таких вопросов. И очень большое количество обращений граждан, требующего все-таки оперативного вмешательства, либо вмешательства большого количества чиновников, мы стали вместе с депутатами рассматривать данные вопросы на заседаниях комитетов с участием жителей нашего города. Когда приходят жители города, сразу собираются депутаты, сразу собираются чиновники, ответственные за данный вопрос. Но, как известно, решение Псковской городской думы обязательно к исполнению. Спасибо. У нас звонок, извините за задержку, 567372. Мы вас слушаем. Добрый день. Добрый день. Елена Александровна, у меня два вопроса. Скажите, пожалуйста, первый вопрос. Вот тут информация прошла по городу Псково буквально вчера о том, что Ёлкина забыли утвердить в администрации президента и в связи именно с этим казусом переносится вот эта дума, перенесла его, так сказать, голосование. Спасибо. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вот соответствует ли действительности информация о том, что на днях вот именно в вашей администрации были привлечены к административной ответственности ваши сотрудники на то количество восьми человек за то, что они находились без масок. Спасибо. Как информированные. Да-да-да, спасибо большое. Сама по себе формулировка, конечно, она уже впечатляет. Да. То есть в городской администрации забыли согласовать сети менеджера в администрации президента. Само по себе это звучит фантасмагорично. Я не знаю, правда это или нет, но в любом случае это весьма забавно. Я понимаю, откуда растут ноги из некоторых телеграм-каналов, которые, кстати, не являются официальными средствами массовой информации, поэтому не могут в полной мере не владеть официальной информацией, и, соответственно, не несут никакой ответственности за недостоверно предоставленные сведения на своих телеграм-каналах. Все-таки псковичей призываю пользоваться достоверными средствами массовой информации, зарегистрированными, которые несут потом в дальнейшем ответственность за то, что распространяют. Со своей стороны отмечу, что Борис Ёлкин, кандидатура и вообще конкурс данный, был рассмотрен на правовом комитете Псковской городской думы. Депутаты Псковской городской думы приняли единогласное решение о том, чтобы данный вопрос рассмотреть на сессии Псковской городской думы. Я даже более сейчас скажу, что фракция «Единая Россия» Псковской городской думы консолидированным решением, единогласным, поддержала кандидатуру Бориса Ёлкина на должность главы администрации города Пскова. И такое решение у нас уже оформлено было. У меня есть только официальный документ, и я, как глава города, соответственно, объективно следую только официальным документам. У меня есть только официально единственный документ на столе, на основании которого мы данный вопрос перенесли на следующую сессию Псковской городской думы. Это письмо нести рука Александра Васильевича, руководителя Роспотребнадзора, который официально рекомендует нам перенести данную сессию Псковской городской думы. Я даже более скажу, что заседал региональный президиум партии «Единая Россия», который тоже поддержал, кстати, Бориса Андреевича Ёлкина. Поэтому всесторонняя поддержка Бориса Андреевича от депутатского корпуса, от партии «Единая Россия» на сегодняшний день есть. И вопрос только связан с письмом Роспотребнадзора. Не надо ничего додумывать. А что касается штрафов, протоколы пока на сегодняшний день не составлены. Безусловно, видеосвязь господин Поршнев передал в полицию. Там, где на видеосвязи... Вы имеете в виду, чтобы я пояснил для наших радиослушателей, один из потенциальных кандидатов в сети-менеджеры... Который гулял у нас вчера целый день по Псковской городской доме, кстати, в обеденное время нарушал режим работы Псковской городской думы, врывался во все кабинеты Псковской городской думы. Какого там весело. Пытался, очень было весело, снимал на камеру коллег. Вот те коллеги, которые одни находились в кабинете, они по указу губернатора имеют право находиться без масок. А вот те, кто нарушал, я, кстати, за то, за нарушителей порядка должны нести административную ответственность. Поэтому, безусловно, никого мы выгораживать не будем. Все в городской думе есть для того, чтобы не нарушать указы губернатора и маски, и антисептические средства, и постоянный инструктаж, и термометрия. Поэтому те, кто нарушен, будут привлечены. Ну, конечно, не в количестве восьми человек. А вот те, кто действительно объективно не являются нарушителями, привлечены не будут. Но для этого и специальные органы, которые занимаются составлением протоколов, вносят свой вердикт. Есть состав преступления и нарушения административного, либо его нет. Я такими вопросами не занимаюсь, в мои полномочия это не входит. Понятно. Давайте вернемся, собственно говоря, к теме нашей программы. У нас сегодня в гостях в программе собственной персоны Елена Полонская. Наш телефон 567372. Вы можете наблюдать наш эфир на сайте Псковской линии новостей, в нашей группе в Ютубе, ВКонтакте. Пожалуйста, смотрите, слушайте и задавайте свои вопросы. Ну, так или иначе, сегодня состоялась сессия Псковской городской думы. И я знаю, что на сессии один из ключевых вопросов это были поправки в бюджет города Пскова. Притом дополнительные средства город получил, и депутаты эти средства распределили. Вот расскажите нам, пожалуйста, нашим радиослушателям, на что доблестные депутаты тратят городскую кубышку, какие средства на что потрачены, на себя любимых или на городские проблемы. Правильно вы, Максим Эдуардович, отметили, что ключевым вопросом на сессии Псковской городской думы, которая сегодня прошла в онлайн-режиме, был вопрос о внесении изменений в бюджет муниципального образования города Псков на 2021 год. Ровно, кстати, из-за этого вопроса мы не последовали полной рекомендации главного врача Роспотребнадзора и не перенесли целиком сессию. А вот из-за того, что необходимо было оперативно вносить изменения в бюджет, а в бюджет такой живой организм, город Псков живет, он не может там жить до следующей сессии, либо когда наладится обстановка по распространению новой коронавирусной инфекции. Поэтому вот именно из-за внесения изменений и необходимости внесения изменений в бюджет мы собрались сегодня в онлайн-режиме. Это для тех, кто все-таки думает, почему мы не рассматривали вопрос, связанный с выборами главы администрации. Вот собрали онлайн-сессию для того, чтобы вносить изменения в бюджет. Бюджет остается социально ориентированным, социально направленным. Как всегда, депутаты Псковской городской думы единогласно поддержали предложение администрации города Пскова. Дополнительные денежные средства, которые поступили в бюджет города Пскова, увеличили доходную часть бюджета, были в первую очередь направлены на образовательные учреждения города, на обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений, направлены на текущий ремонт инженерных сетей образовательной школы номер 16, а также мы продолжаем работу по оснащению и ремонту пищеблоков образовательных учреждений. Так вот сегодня на сессии Псковской городской думы порядка 103 тысяч рублей было направлено на образовательную школу номер 5, как раз-таки на оснащение пищеблока. Кроме того, средства направлены на оборудование резинового покрытия на воркаут-площадке по улице Воевода Шуйского, а также дополнительные средства направлены на то, чтобы достроить новый детский сад, расположенный по улице Коммунальный, дом 56. Это, наверное, такие основные статьи расходов. Детский сад, кстати, номер 29 опять получил дополнительные средства на установку ограждений. Это тот вопрос, который поднимал Алексей Севастьянов. Это детский сад, который расположен на его избирательном округе в микрорайоне Любятова. Во время предвыборной кампании Алексей Анатольевич большое внимание уделял новому ограждению. Часть нового ограждения была уже заменена сразу летом на основании его обращения. А сейчас мы продолжаем выделять денежные средства для того, чтобы поэтапно закончить данную работу. Поэтому, кстати, с депутатами областного собрания тоже продолжаем работу, их наработки. То, что мы вместе выезжали, встречались с жителями нашего города, в том числе и с микрорайоном Любятова, тоже находят свое отражение уже в бюджете даже этого года. Вызвало это какие-то разногласия? Представители оппозиции не говорили, что надо? Нет, единогласные изменения в бюджет были приняты. Как у вас все сладко-то. У нас очередной звонок 567372. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый день. Добрый день. Дмитрий. Дмитрий, ну вы же уже задавали вопрос, дайте-то другим людям сказать. Зачем Полонская врет в эфире? Почему вы меня перебиваете? Послушайте, вы, может быть, разберетесь с госпожей Полонской не в нашем эфире. Я в кабинеты не врывался, Росгвардия Полонская вызвала, Росгвардия сказала, что это не было этого, меня никто не привлек. Зачем она врет в эфире? Понятно, спасибо. Я думаю, что в этом разберется прокуратура. Хорошо, да. Давайте вернемся в наш эфир в обсуждении вопросов городской повестки. Ну и не только. Буквально накануне сити-менеджерского конкурса, если можно так сказать, послали вы такую добрую весточку, отклонили протест прокуратуры. Связано это было с темой согласования замов, главы администрации, начальников комитетов мэрии. То есть, по сути дела, депутаты Псковской городской думы настаивают на своем праве согласовывать заместителей сити-менеджера, заместителей, председателей, начальников структурных подразделений. Вот, собственно говоря, эта позиция принципиальная, с чем она обоснована и насколько это соответствует представлению о том, что вы тут пытаетесь сохранить какую-то свою независимость и не встроиться в систему. — Максим Владимирович, я очень слежу за информационной повесткой, особенно моего любимого «Эхо Москвы» и «Псковской ленты новостей». Кстати, свое утро я начинаю с прочтения «Псковской ленты новостей». В течение дня, кстати, пользуюсь телеграммом «Псковской ленты новостей». Что касается… Вот там, кстати, вы в одной из… Александр Савенко, кстати, да, писал ровно про это же и вспоминал про то, что депутаты Псковской городской думы не согласовали протест прокурора в части согласования Псковской городской думы заместителя главы администрации. На это было право депутатского корпуса было единогласно. Я еще раз повторюсь, кстати, на одном из эфиров мне тоже уже Любовь Кузнецова задавала данный вопрос, и я отвечала на него. Это никаким образом не связано с тем, чтобы нам показать перед Борисом Ёлкиным, кто в доме хозяин. Есть устав города, есть нормативно-правовые акты. Мы считаем, что они не противоречат ничему. Тем более депутаты Псковской городской думы вполне объективно на сессии городской думы объяснили свою позицию, мотивировав это тем, что все-таки мы являемся в том числе учредителями муниципальных. Предприятий, но, наверное, никогда даже по практике деятельности бизнеса не происходило ни одно назначение ни одного предприятия без согласования с учредителем предприятия. На сегодняшний день мы тоже являемся учредителями муниципальных предприятий и вполне на законных основаниях согласовываем там руководителей. Понятно, спасибо. Ну, еще один такой острый и пикантный момент, связанный с взаимоотношениями внутри вот этого городского конгломерата, я бы так сказал, между городской думой и городской администрацией, это вопрос о так называемых депутатских бюджетах. То есть напомню, что еще со времен седой старины депутаты имели право закладывать в бюджет определенный процент депутата-одномандатники, который специально тратился на их одномандатные округа. Эта практика была при прошлом сети-менеджере фактически прекращена, теперь депутаты вот такого своего бюджета-одномандатника фактически не имеют, ну, там была определенная схема, эти деньги все равно направлялись, конечно, на решение проблем, но депутаты фактически были исключены из процесса принятия решений, на что эти деньги потратить. Как вы видите, является ли эта тема дальше камнем преткновения? Действительно, на протяжении многих лет у нас существовало так называемое сначала приложение номер 20, потом оно стало называться приложением номер 19. Называть его можно было как угодно, вот один из глав администрации называл это депутатскими хотелками, хотя на самом деле депутат говорит о том, о чем говорят ему его избиратели. И не слушая депутата, мы фактически понимаем, что мы не хотим слушать жителей нашего города. Я уверена, что все у нас с Борисом Андреевичем будет хорошо, приложение номер 19 будет работать, кстати, оно и работало, а работало оно благодаря поддержке губернатора Псковской области, между прочим, Михаилом Юрьевичем Ведерниковым. Он слышал депутатский корпус, помогал и каждый год, два года подряд практически по 100 миллионов рублей направлял как раз таки на избирательные округа. И депутаты, кстати, пользовались своим правом и распределяли по каждому избирательному округу. Эта сумма составляла порядка 7-7,5 миллионов рублей. Это больше, чем обычный процент. Больше, чем обычный процент. Обычно это было 3,5 миллиона рублей, если мы формируем из собственной доходной части бюджета города Пскова данное приложение. Благодаря субсидии, которая направлялась по решению нашего губернатора в городской бюджет, эта сумма увеличивалась в два раза и составляла 7,5 миллионов рублей. Как раз таки депутаты направляли на ремонт в том числе дворовых территорий. Но только тех территорий, которые были не разграничены, не находились в собственности многоквартирных домов. Либо на ремонт проездов, что, кстати, очень тоже важно. И благодаря губернатору мы уделили большое внимание ремонту проездов к социально важным объектам, расположенным на наших избирательных округах. Школы, больницы и детские сады. Мы знаем, что в прошлом году депутаты Псковской городской думы утвердили, и, кстати, губернатор наш Михаил Юрьевич Ведерников тоже выступил с данной инициативой. Из данной инициативы на федеральном уровне выступал Андрей Анатольевич Турчак. Речь идет об инициативном бюджетировании. И муниципальное образование, в том числе наши депутаты поддержали инициативу и Андрея Анатольевича, и Михаила Юрьевича. И приняли тоже такое понятие, как инициативное бюджетирование. Так вот, мы бюджет 2022 года должны будем уже формировать с учетом инициатив жителей нашего города. Можно называть это по-разному, 19-20-м приложением, но все-таки мы говорим о том, что инициативы города, инициативы жителей города будут поддерживаться и найдут свое отражение в бюджете 2022 года. Хорошо, ну вот многие скептики считают, что вот эта вся тема с инициативным бюджетированием – это химера, да? Ну, не рабочий это механизм, а элемент как бы пиара действующей власти, там Турчака и всей властной команды. На чем базируется эта точка зрения? Ну, во-первых, в том, что у нас люди не очень умеют правильно оформлять какие-то свои хотелки, не получается у них с этими самыми инициативами, ну, потому что, в принципе, люди не умеют отстаивать свои интересы и особенно слабо умеют кооперироваться, да? То есть, когда у тебя там протекла крыша, пойти пожаловаться, написать на сайт губернатора – это да. А вот создать, собрать рабочую группу, собрать, сделать какую-то, оформить заявку, направить ее депутату городской думы и принести ее в муниципалитет – это уже совершенно другое. Это первое. Второе подозрение заключается в том, что власть будет под видом этих инициатив, так называемых, народных, все равно проталкивать те решения, которые ей надо и которые она и так запланировала. Это, скажем так, такая обертка под свою задачу. Вот, собственно говоря, два таких скептических тезиса я вам озвучил, попробуйте мне доказать обратное. – Докажу. Есть самый наглядный простой пример – это формирование комфортной городской среды. Как бы скептически не относились люди к данной программе, начиная с 2017 года происходит ремонт дворовых территорий исключительно в рамках программы формирования комфортной городской среды. – Сейчас вот снова 70 миллионов, по-моему. – Благодаря, кстати, Андрею Анатольевичу Турчуку наш город в этом году получил дополнительно 70 миллионов рублей. Сейчас наши жители города могут наблюдать, как дополнительно ремонтируется 25, порядка 25 еще дворовых территорий. Срок исполнения данного контракта – это примерно середина декабря. В общей сложности 60 миллионов мы в начале года получили в рамках данной программы. Из них 30 миллионов рублей было направлено на ремонт общественных пространств. Сквер имени Гагарина в этом году ремонтируется, сквер энтузиастов, сквер пограничников. – То есть механизм это работает? – Работает. И 30 миллионов на ремонт дворов. – Да, скажите, а вот число этих заявок, оно растет от года к году? – Растет. Реальное число заявок растет. – Прямо здесь в эфире поклясться, что-то реальные люди приходят с реальными предложениями и говорят, мы хотим у себя во дворе поставить клумбы, скамейки и так далее. Вот наша заявка, дайте нам полтора миллиона, к примеру. – Это реальные люди. Особенно это касается тех избирательных округов, где активно работает депутат Псковской городской думы. – То есть он может выступать в качестве лоббиста? – Он лоббист. В хорошем смысле он лоббист. Он собирает основной пакет документов, чтобы не затягивался этот процесс у самих жителей многоквартирного дома. Выступает, как правило, инициатором участия жителей данного многоквартирного дома в данной программе. Ну и, соответственно, контролирует данную процедуру, процедуру сбора подписей, помогает оказывать содействие в правовом поле, формирует пакет документов. Но очень часто даже, кстати, как я хожу, еще сама издаю этот пакет документов в УГХ администрации города Пскова от имени жителей избирательного округа. Но это действительно существует процедура, все подписи проверяются, 65% подписей минимум должно быть в каждой заявке, поэтому поделать их практически, ну, 65% достаточно очень много, большое количество подписей нужно поделать. И я, кстати, напомню, что на комитетах Псковской городской думы, которые состоялись в преддверии сессии Псковской городской думы, мы согласовали порядка 14 муниципальных программ. Из них была согласованная программа, это программа формирования современной комфортной городской среды. Данная программа будет действовать с 2022 по 2027 год. Так вот, запланировано на этот период дополнительно 132 миллиона рублей, на которые планируется благоустроить не менее 13 общественных территорий. То есть мы понимаем, что у нас появится 13 еще новых скверов на территории города Пскова и не менее 103 дворовых территорий. Это те дворовые территории, на которые уже поступили заявки в ОГХ администрации города Пскова на участие в программе формирования комфортной городской среды. Спасибо, почти меня убедили. А у нас очередной звонок. Напомню, что эта программа собственной персоной. У нас в гостях Елена Полонская, глава города Пскова, 5673, наш телефон в студии. Пожалуйста, задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот будем говорить так. У нас что государственная дума, то и наша, ну и городская, в общем, работают, можно сказать, по шаблону, под копирку. Так, все. Значит, инициативы, вот вы говорите, все это, ну, вот, сразу просчитывайте, как вот я член партии, конечно, партия была политической. Когда спустится, какая повестка собрания будет, так и проведем. И, соответственно, за и против. Так и у вас. Вот смотрите, я сколько раз на Эхо Москвы звонил, вот сюда Псков, что у нас кирпичи, ну, будем говорить, загнивающий район, так? Там был дом культуры. Магнит, потом какой-то там еще был магазин. Один, второй, это меняется, потом армяне там, сейчас опять магнит, а клуба нету, так? Люди в итоге и так депрессивные районы спиваются. Там, ну, не понять, что. Так это большая часть территории. Теперь у нас огромное, ну, количество аварий. Неужели депутаты не могут вот со своей инициативой выйти и постоять в местах, где часто аварии, и прямо заснимать. Потом вот так же, как и сейчас выставят, показать. А люди, знаете, как отнесутся, что депутаты вышли. У нас такое не будет никогда, понимаете? Тогда у нас тянется количество аварий. А взять медицинскую помощь, вот недавно был, парень говорит, сверху, говорит, а у нас нет машин просто. Понятно. Спасибо. Ой, тогда может радиослушатель начинать гордиться депутатами Псковской городской думы, кстати, которая входит в комиссию по безопасности дорожного движения, очень часто стоят на своих избирательных округах, фотографируют и, кстати, выходят с инициативами. Вот одна из таких моих инициатив, я могу сейчас за себя отвечать в данном случае в прямом эфире, на последнем контрольном выезде с Борисом Ёлкиным, за что, кстати, Борису Андреевичу большие, огромные слова благодарности, даже без заседания комиссии было оперативно принято решение на улицу Коммунальную. Мы выезжали, кстати, с Юрием Сорокином в том числе в сентябре месяце, обсуждали предстоящий ремонт улицы Коммунальной. И вот я обратила внимание, Борис Андреевич, на то, что необходимо установить дополнительный объект светофорный рядом с детской областной больницей, рядом напротив дома Коммунальная 32. Обратила внимание на тот камень, который лежит, из-за которого не видно пешеходов. И, кстати, мы видим сейчас при ремонте улицы Коммунальной, прошло буквально полтора месяца администрация города отреагировала на предложение депутата, и уже устанавливается данный светофорный объект. Поэтому за что вот хочу сказать слова благодарности. Спасибо. Елена Александровна, у нас остается буквально несколько минут, а у нас еще есть блок вопросов от радиослушателей, читателей Псковской ленте новостей. Пусть здесь мне коллеги набросали прям. Давайте блиц сейчас мы устроим. Попытаемся в эфире отказаться от похвальбы губернатора и Бориса Андреевича Ёлкина. Сразу же будем быстро отвечать на вопросы. Я буду их задавать. Итак, первый вопрос от Леонида Сиводедова. Чем отличается сити-менеджер от главы города? Сити-менеджер, он все-таки исполнительный орган власти, в первую очередь глава города. Это представительный орган власти, совершенно разные полномочия. Отлично. От Татьяны Усенко. Скажите, пожалуйста, когда в банях будет тепло? Мы, кстати, над этим работаем. Я и с Борисом Андреевичем тоже вчера мы этот вопрос обсуждали. Руководителю банно-прачечного комбината предложено в кратчайшие сроки представить некий бизнес-план, бизнес-проект по выходу из данной ситуации. Мы, напомню, кстати, накануне отстояли банно-прачечный комбинат, не отдали его в конце. Сейчас, конечно, нам предстоит решить проблему с большой задолженностью, но я очень надеюсь, что совсем скоро мы данный вопрос решим. Не с задолженностью, а хотя бы с формированием графикового погашения. Когда будет отремонтирован асфальт перед Театром Кукол, а также тротуарная дорожка от входа в Театр до Рижского проспекта? Там как после бомбежки. Это на пересечении с улицы Петровска разговор, да, сейчас идет? Ну, это вот от Рижского проспекта, да, до, видимо, да. Обсудим вместе с Борисом Андреевичем. Я уверена, что мы в кратчайшие сроки ее отремонтируем. Но не обещаю, что в этом году, потому что сезон работы на дорогах уже заканчивается. Критерии для избрания управляющего менеджера городом были ли они объявлены? Да, как узнать вообще, по каким критериям вы определяете, кто достоин, кто нет, спрашивает наш радиослушатель? Официально были объявлены, соответственно, перечень необходимых документов, которые необходимо предоставить кандидат. Он был опубликован на официальных источниках Псковской городской думы. Ну и далее, безусловно, по регламенту работы комиссии проходило собеседование со всеми кандидатами. Существует оценка, бальная оценка ответов кандидатов. Баллы были выставлены членами конкурсной комиссии. Да, кстати, максимальное количество баллов Борис Андреевич набрал, это 30, и Родионов Иван Николаевич набрал 19 баллов. В любом случае, окончательное решение по назначению главы администрации принимают депутаты Псковской городской думы путем проведения тайного голосования. И последний вопрос моего блица. Это ремонт Троицкого моста. Господин Ёлкин пообещал творчески подходить к вопросу перекрытия улиц на Запске. Но вот люди уже сейчас в предвкушении очередного транспортного коллапса при закрытии моста для транспорта. Депутаты взяли этот момент как-то на контроль, да? Вот чтобы не так получилось, как это у нас часто бывает, когда чиновники волонтаристским путем закрыли, а потом подумали. С одной стороны, поддержу Бориса Андреевича, готова к нему присоединиться и творчески подойти к данному вопросу. С другой стороны, да, депутаты Псковской городской думы будут данный вопрос заслушивать на одном из комитетов ЖКХ, который состоится в преддверии следующей сессии Псковской городской думы по заслышиванию как раз-таки схемы перекрытия данной дороги. Отлично. И буквально 30 секунд. Последний мой вопрос. В следующем году выборы в городскую думу. Планируете ли идти на выборы лично вы? И есть ли планы сформировать некую команду по аналогии с небезызвестной командой Ивана Сесерского? Готовы ли вы взять на себя вот такую инициативу и поднять флаг? При поддержке партии «Единая Россия», руководства партии «Единая Россия», губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова, безусловно, жителей нашего города, я готова идти на выборы. Что касается команды, команду мы будем формировать вместе с партией «Единая Россия», вместе с губернатором Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова, вместе с жителями нашего города, которые каждый год, кстати, принимают участие в праймере с предварительным голосованием партии «Единая Россия» и определят своих кандидатов на выборы в Псковскую городскую думу. Спасибо. Это была Елена Полонская в программе «Собственные персоны». Слушайте нас, слушайте радио, все остальное видимость. Спасибо. В эфире «Эхо Москвы» программа «Собственные